в эфире современный разговор с руководителем проекта поистине политологом русланом айсеном здравствуйте руслан рад вас в очередной раз приветствовать у себя на канале приветствую вас россии приветствую на зрителей хорошего и качественного youtube канала ну я считаю что это канал не только мой мой канал тех экспертов которые периодически со мной общается за что вам огромное спасибо нескольких людей назад отмечали ну как отмечали пишутся публикации и сейчас сми телеграм канала очень много информации о том что 4 года назад шла значит антитеррористическая называемость 40 четырех дневная отечественная война вторая баск война вот сегодня 4 октября 4 года назад от оккупации многолетний был освободен город джабраэл и четыре года назад вот здесь значит был нанесен значит ракетный удар по мирному городу гянджа и по другим населенным пунктам азербайджана погибли мирные жители значит ракетные баллистические ракеты sky были атакованы выпущенной армии на чтобы я хотел обратить внимание сегодня на президент азербайджана выступил по случаю четырех лет до 4 годовщины освобождения джабраэлла не знаю наверное в курсе того что 60 конгрессменов про армянских соединенных штатов америки обратились к американскому правительству с просьбой вести очередные санкции против азербайджана я читаю чтобы не отходить от текста вот президент азербайджана сказал что адресованы были эти обращения госсекретариум американского госдепартамента но у меня нет ни малейшего сомнения в том что это обращение также написано в американском госдепартаменте то есть они сами себе пишут письма чтобы угрожать нам и обменять на кроме того он призвал армению потому чтобы прекратить играть в опасные игры как сказал президент четыре года назад они обращались по восемь-десять раз к россии чтобы помочь остановить освободительную войну а теперь они нашли новый хозяин и как бы франция и другие значит подельники армии вместо того чтобы спасут того чтобы здесь был мир и было подписаны мирный договор продолжают накачивать армию вооружением конечно это внутреннее дело любого государства значит повышать свою обороноспособность тогда но мы знаем опыт того что вот 30 лет армия оккупировала нашу территорию и там все еще звучат реваншистские настроения заявление о том что хотя вновь оккупировать карабах другие азербайджанские территории о чем говорит не то что они не значит они отказываются от реанимации там или внесение по праву конституцию в которой содержатся претензии на территории азербайджана извините на такой суммарный объезд просто надо было как-то довести не своим словами а ближе близко к тем спасибо россии очень символические даты и цифры 44 24 4 октября соответственно прекрасно понимаем что в этой жизни просто так ничего не происходит и всевышний дает нам кое-какие знаки но известно что например еще пифагор говорил о том что четверка самая устойчивая цифра дам все стороны если мы возьмем четырехугольник как бы не поверни он все равно будет устойчиво стоять изначально как раз греческой геометрия возникла из визуализации образов этих вот геометрических тел я думаю что сейчас в общем мы находимся на очень важном историческом перепутье и азербайджан сделать серьезный шаг во-первых к тому чтобы освободить свои земли через четыре года назад вернуть к рабах в родную гавань как говорят таких случаях ну и это серьезная заявка на региональное лидерство по крайней мере заявка на то чтобы быть самостоятельным субъектом игроком конечно это многим не нравится это не нравится естественно армении про армянскому лобби которая рассыпана и во франции и в соединенных штатах и они к большому несчастью для самих же армян подливают масло в огонь то есть сидя или во франции или в соединенных штатах они во первых не понимают что происходит во вторых они давно уже оторваны от своих земель от исконных корней и просто играют какие-то геополитические грищи эти геополитические грищи могут рано или поздно очень серьезно аукнуться выстрелить потому как эти люди которые пытаются играть большую политику хотят использовать жизни и судьбы людей народов для на реализации каких-то своих амбициозных задач пока что мы видим как армении армянским политическим классом пытаются манипулировать сама армения здесь не субъектно потому что она не принимает какие-то самостоятельные решения то и дело на все это происходит или через соединенные штаты или через францию или там до этого это проходило через россию и ставится вопрос достаточно резонный а ереван сам самостоятельно он вообще может сам решать сам принимать решение сам планировать что-то ведь много раз тот же пашинян заявлял о том что будут переговоры мирные и вот-вот подпишутся необходимые документы но воз и ныне там мы видим тут же включается то соединенные штаты то париж то еще что-то и вот эта вот игра на нервах прежде всего у баку демонстрирует что этим силам конечно мир не нужен в регионе потому как мир будет означать что они потеряют свое влияние свой рычаг воздействия а посредством конфликта или управляемого конфликта они могут запускать свои ручонки и вершись какие-то свои дела ну по крайней мере они так считают потому что все-таки кавказ это ключевой регион в евразии и обладание им означает что у вас в руках ключ к воротам большой евразии а с учетом того какие сейчас там процессы происходят какая конфликтность там может сейчас нарастить или быть наращенной да говорит о том что есть силы которые заинтересованы в поджоге этого большого региона кавказа и ближнего востока они так или иначе связаны между собой руслан также мы видим что активизировался в очередной раз баград галстанян который весной наделал шуму и как бы сказать этот шум и действия анти знать правительственных большеприятий потому что процесс застопорился начавшаяся демаркация на условной границе азербайджана и армении когда четыре населенных пункта азербайджанских были возвращены в Баку на этом участке 12 километров уже стоят пограничники азербайджанские армянские но опять мы видим он выходит на телевидение требует отставки пашиняна это один из эпизодов того что сегодня происходит в армении мы опять помню вчера спикер парламента выступил и что-то там отсылал в алтай азербайджанские государства что может поэтому по этому поводу сказать опять же шумиха они там вокруг коп 29 поднимают в сми и различных заявлениях здесь политических сил о том что к этому к этой дате значит климатическому саммиту будет подписан мирный договор не будет подписан будет участвовать пашиняна или кто-то от армении в этом мероприятии и вдобавок к этому я скажу что в казани будет значит мероприятие по брикс и вроде как туда пашинян собирается попасть пашинян который участвовал и на сомбрею он и который вот сейчас находится во франции где участвует в мероприятии франкофону во-первых армянский политический класс как мы видим неоднороден потому что пашинян полностью не владеет ситуацией и можно описать это басней крылова леветь рак и щука где одна часть теня тянет туда вторая противоположную третье просто тянет из-за того что две другие куда-то влакут армению и на того самого баграта я думаю что делает ставку определенные силы представители так называемого традиционалистку клуба эта попытка мобилизовать армению через вот этот вот традиционалистский религиозный аспект да через там кого независимого католикоса который вот должен будет освободить там или повести какую-то священную религиозную войну за очищение армении освобождение якобы там арцах и всего этого но здесь какие-то нарративы они очень такие политехнологически понятно очевидно и просчитываем и далее я так вижу что в армении ну в целом на востоке нужно постоянно как бы подмигивать демонстрировать что ты как-то в чем-то как-то где-то соучаствуешь у тебя какие-то есть на силы которые тебя готовы поддержать и армении и вот армянские деятели так называемые функционеры в этом плане неплохо работают то есть они постоянно делать какие-то громкие заявления они то и дело находят каких-то защитников публичных себе но слова-то словами как говорится на деле ничего не происходит поэтому когда на пашинян говорит о том что реформа конституции или измилие оправки в конституцию будут внесены там году двадцать седьмом понятно что он сознательно оттягивает этот процесс думаю о том что к двадцать седьмом году может измениться настолько все и вся столько воды вытечет что возможно придется пересмотреть к итоги войны как они считают поэтому оттягивает но если на это хорошая поговорка перед смертью не надышишься не нужно оттягивать оттягивать бесконечно можно даже как говорят рубить хвост коту мелкими этими размерами но все равно этот хвост будет обрублен с ним ничего не поделаешь так что и здесь пашинян ищет поддержки там где это можно опять-таки на полях генассамблей у он в нью-йорке он встретился с президентом турции эрдуаном который подарил ему свою книжку мир больше пяти книга такая неплохая я ее прочитывал небольшого размера в общем кадры были интересные так по-отечески эрдуан ему дал и сказал что почитай юнец да это выглядело примерно так поэтому у пашиняна как я понимаю ситуация на самом деле не очень хорошие потому что человек который бесконечно ищет на кого вопереться просто демонстрирует этими своими маневрами что у него собственной почвы под ногами нет если у тебя есть соратники если у тебя есть союзники у тебя из подвижники то чё ты как говорится по голубам европам по голубам носишься если ты пообещал будь добр по-мужски по кавказски сдержи свое слово сядь за стол переговоров прими то что изначально вы договаривались сбоку а то что сейчас делает пашинян это я извиняюсь не мужской поступок не кавказский поступок это демонстрация того что пашинян просто-напросто балабол он не держит своих слов а теперь дальше экстраполировать эту ситуацию на другие кейсы смотрят зарубежные лидеры на это поведение пашинян и думают фиксируют а можно с ним договариваться можно с ним о чем-то планировать если этот человек через день готов прям противоположное решение принимать насколько к этому человеку к этому политику можно серьезно относиться но раз-два у тебя это пройдет а на третий раз просто тебя будут считать человеком несерьезным популистским человеком который готов на подлог и обман вот в этом плане пашинян рубит сук на котором сидит сам потому что он еще и мочит свою репутацию она уже не сухая у него давно на если помните россию когда он приходил во власть там поддержка абсолютно армянского общества сейчас разные цифры говорят но эти цифры конечно не идут ни какое сравнение с тем что было несколько лет назад шинян растерял растерял поддержку но он растерял поддержку и во внешнем контуре с кем дружить с россией уже отношения плохие но с турцией тоже не очень потому что он постоянно виляет туда-сюда с азербайджаном он не хочет садиться за стол переговоров условно говоря франция конечно ему что-то обещают какие-то французские лоббистские группы армянская диаспора но из армянской диаспоры у него отношения не очень хорошие как известно далее китай не очень доволен этим поведением армении потому что фактически на армении стоит на пути реализации китайского проекта экономического логистического и то что вот пашинян уперся в общем я думаю какой-то момент вызвать сильное раздражение в пекине не будут приняты соответствующие меры потому что если пашинян решил объявить войну всем то все это закончится каким-нибудь плачевным результатом армении пашинян не в том положении чтобы как говорил свое время имам шамиль если нас окружили тем хуже для них потому что мы можем атаковать в любом направлении вряд ли у пашиняна есть возможности силы и ресурсы этим заниматься я имею ввиду нападать вот в таком дипломатическом смысле конечно военным просто вопрос даже такой не ставится он сейчас как бы мешает реализации проекта которым заинтересована китай может быть именно сейчас по это мысли по этой причине активизировался да да россия здесь верно отметили не исключено что вашингтон пытается использовать товарища пашиняна именно для того чтобы вставлять палки в колеса китайских товарищей вполне возможно вот если пашинян поедет в казань в мой как бы родной город на саммит брикс посмотрим потому что брикс то был создан китайцами под китайские цели под китайские задачи под китайские проекты масштабные соответственно если пашинян хочет во всем этом проекте как-то себя проявлять и как-то соучаствовать тогда ему придется учитывать интересы китая китайские товарищи я думаю ему там казани донесут на то что они думают соответственно у на самом деле у пашиняна не так много возможности для маневр это кажется только я говорю вот он создает вот этой вот риторикой вот эти вот словесами какую-то вот такую картину что и там и сям они решают вопросы но не решает он вопросы на самом деле это через него пытаются решать вопросы те кто им манипулирует а пашиняна потом могут к его несчастью просто слить просто слить уж американцы в этом плане большие мостаки они слили саддама хусей на который одно время служил им они слили шаха пехлеви да который был про американским политиком и умирал в осписе у него не было денег тяжело болел аракова американцы арестовали 4 миллиарда это тогда 45 лет назад 4 миллиарда долларов ему даже не помогли и таких примеров можно приводить огромное количество тот же пожалуйста слободан милошевич тоже был агентом фактически соединенных штатов а потом они его просто-напросто кинули засудили так что пашинян не первый не последний в этом ряду он еще и не самая так сказать важная фигура я думаю что спасение его как раз в том что он смог бы наладить нормальные отношения с азербайджан азербайджан его спасет в этом смысле не даст ему провалиться потом еще закончится тем что американцы его салют и свои же армяне его будут судить потом на площади вместе с этим багратом устроит ему как говорится инквизицию святую спасибо руслан можно было упомянуть вспомните только как поступили соединенные штаты америки в афганистане со своими как говорится коллегами которые за счет американских долларов работали и которые пытались спасти в том числе в шасси самолетов и то что вы сказали что они использовали потом свели вспоминается и вот политика проводимая сталина тридцатые сороковые годы прошлого века но я с вами хотел бы поговорить о иранно-израильском противостоянии изначально я знаю что вы уже комментировали этот вопрос и у себя на канале и на различных ресурсах с моими с вашими коллегами те кто в ютубе задействованы но я бы хотел как-то иначе подойти к вопросу давайте руководство допустим такой теории существует теория что израиль не мог напасть на иран по причине того что в соседних с ним государства по окраине созданы были значит прокси организации хамас и хизболла и есть вот такая теория что если они нападут на иран будут бомбить в том числе если выступая против ядерной программы ирана то со спины на них будут нападать вот эти вот вооруженные силы но мы видим что хамас они как бы разобрались сейчас и идет значит с хизболла как бы противостояние военное и мы видели уже второй за этот год значит такая операция была когда запустили несколько сот баллистических ракет или вообще ракет из территории ирана по израиль и казалось это ситуация наберет наоборот но убийство значит лидера хизболла асралла а потом нападение как бы наземная операция на юге ливана ответ со стороны ирана и как бы все остановилось ну того витка напряженность который ожидался нет и вот если вот сейчас они ликвидируют как хамас хизболла потом полет на хусит и у них как бы освобождаются да вот отец каких-то оков которые мешали открыто уже воевать противостоять ирану вот в этом исходя из этих вот предположений как можно сценарий будущих событий расписать и мы видели что президент кишкин недавно на днях выступил у себя и он заявил о том что существует большая вероятность того что сепаратические настроения могут привести к распаду ирана он говорил о азербайджане северной азербайджане северные районы ирана говорил о курдистане и других регионах и мы видели что за его выступая на сессии герасамблея он как бы пытался задобрить запад и даже обвинил россию в войне против украины вот исходя из этих вот из этой теории как вы можете предположить дальнейшие события противостояние ирана и израиля хороший вопрос на россии он имеет несколько скажем под отделов потому что противостояние ирана и израиля оно имеет контекст более широкий конечно это противостояние условного традиционистского клуба и либерального называемого клуба в лице соединенных штатов но соединенные штаты тоже там неоднородные и соответственно идет очень такая серьезная борьба за прежде всего лидерство в этом ключевом регионе и здесь я бы выносил за скобки сугубо отношения израиля и ирана потому что эти отношения все таки ложатся в общую конву противостояния больших международных глобальных сил с одной стороны возможности прямой войны между израилем и ираном теоретически возможно но практически это мало реализуемо то есть можно обкидывать друг друга ракетами как они пытаются ну израиль иран обкидывает ракетами израиль соответственно атакует своими потому что украина более современный парк авиационный в отличие от ирана но у ирана больше возможности реализации своих ракетных ресурсов иран вообще обладатель третьего в мире арсенала ракет разных линеек и в этом плане он один из так серьезных игроков в этом вопросе прямое столкновение по типу того что происходит между Россией украиной или Россией украины и ее союзниками ну невозможно по той простой причине что у них нет общих границ соответственно нужно сталкиваться где-то на нейтральной территории но где да иран граничит с ираком граничит дойдет ли условно говоря израиль до туда я сомневаюсь это как надо быстро логистику чтобы фактически объявить войну идти в лобовую против страны с одной из сильнейших ну скажем многочисленных армий мира потому что если мы даже возьмем мы сравним там 85-90 миллионов жителей ирана и 9 там 9-9 и 5 миллионов жителей израиля то диспозиция будет не в сторону израиля плюс ко всему иран-то воевал практически 10 лет с ираком то есть он готов он может идти в долгую да не совсем эффективно да с потерями но в целом иран-то живет в этом положении плюс ко всему санкционный режим уже без малого 45 лет да революция случилась в 79 году за эти годы иран нарастил реально свои прокси ну хамас я бы не назвал все-таки прокси ирана хамас это все-таки самостоятельная линия которую да получали поддержку ирана и какой-то момент после 2011 года отношения у них на самом деле немножко остыли охладили потому что хамас публично отказались поддержать асс до этого глава политбюро хамас находился в дамаске и была даже попытка его отравления потом этих агентов из мосадовских поймали которые отравили и фактически заставили израильскую сторону предоставить антидот чтобы спасти соответственно машали вот такого рода борьба она происходит постоянно но никогда еще в истории израиля он не имел скажем такой вызов а вызов очень серьезно потому что те ракеты которые были запущены по тель-авиву они большей частью достигли города большей частью сначала израиль сказал что нет ничего там не достигло сейчас уже показывают что в пустыне уже американцы опубликовали эти снимки действительно повреждена та самая база известная где хранятся в том числе и f-35 ангары повреждены то есть иран наносил удары точечно по военным и инфраструктурно военным объектам израиля железный купол не справился железный купол вообще в последнее время мало справляется потому что все таки он не рассчитан на противодействие такому интенсивному удару а если бы ракет был не 200 а 400 а 500 а 600 а если бы они запущены были одновременно с ливана с ирака с сирии с емена тогда что тогда бы как бы ничего хорошего для израиля не было даже несмотря на то что американцы которые подогнали свои авианосцы свои корабли перехватывали какие-то ракеты но перехватывать баллистические ракеты практически невозможно потому что баллистические ракеты уходят с аратосферу и оттуда вот таким камнем падают зафиксировать их достаточно тяжело плюс ко всему время подлета у баллистических ракет очень маленькое ну и давайте не забывать что иран предупредил американцев и россию о том что они запустят баллистику свою ну говорят то ли баллистика то ли простые ракеты возможно что это просто был такой микс сборной солянка и по большому то счету и западного западной поддержки фактически не в состоянии противостоять иран иран потому что опять израиль может сейчас ударить но вот разные сообщения идут там за new york times пишут о том что иран американцы как бы так надавили на израильтян те сказали что да мы как бы не будем наносить удары по ядерным объектам ну наносить по ядерным объектам ведь уже пытались по иранским ядерным объектам ничего хорошего из этого не вышло все таки иранцы раскидали свои ядерные объекты по различным территориальным как бы вот местечкам да на танзи у них там в горах есть для этого нужны очень глубоко битные бомбы которые использовались например в беруте когда убивали лидера на хизболы но такие бомбы вряд ли пробьют значит американцы использовали свое время такие бомбы когда пытались бомбить гор так называемая система гор в афганистане да где якобын там укрывался усама бен ладан ну тоже там не получилось а здесь я думаю что система защиты посильнее все таки ну и это разозлит иран плюс ко всему иран все таки имел закулисные переговоры с американцами да было выступление пазашкиана это скажем так для отвода глаз мы с вами договаривались вы нас обманули мы же прекрасно понимаем что пазашкиан не центральная фигура в иранском истеблишменте он был как раз выдвинут в качестве кандидата в президенты для того чтобы представить некое либеральное лицо режима чтобы он переговаривался западом говорил красивые слова где-то там критиковал но в целом власть принадлежит как мы понимаем не ему власть принадлежит все таки клерикальному истеблишменту клерикальный истеблишмент поддерживает ксир а ксир это ну реальная сила она затмевает армия все таки надо прекрасно понимать что в Иране существует армия еще есть и ксир да то есть это две противостоящие друг другу силы и во многом она на мой взгляд базируется на старой тюркской традиции когда тюркский хан разделял свой эль свою страну на две части и отдавал его владение двум военачальникам то есть он решал тем самым вопрос невозможности заговор против него потому что эти две два противостоящих военачальника не могли найти общий язык да то есть каждый считал себя соответственно единственное мы не повторим эту же модель используют сейчас и парсы в Иране ну парсы я имею ввиду символически там большая часть это не парсы а вообще и в руководстве ксир и сам хамени является вообще азербайджанцем очень много тюрк соответственно это более такой серьезный пассионарный военный элемент боевая единица очень серьезная поэтому трудно представить что сейчас американцы которые вступили в полосу такого острого предвыборного процесса процедуры естественно войдут в эту историю и будут скажем вот активно помогать Израилю нет они сказали достаточно четко и жестко более того опять американцы прокидывают информацию что байден крайне был недоволен поведением нетаньяху потому что якобы они отговорились о том что будет прекращена война в обмен на то 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 но нетаньяху который просто-напросто является диктатором войны в этом не заинтересовал это сильно раздражает вашингтон у них отношения очень нехорошие между байденом и нетаньяху ну и вот сегодня таблоиды британские вышли с сенсационным заявлением Бориса Джонсона бывшего премьер-министра соединенного королевства который сказал что когда тот был министром иностранных дел Великобритании случился такой случай случилась такая оказия когда его посетил нетаньяху будучи премьер-министром и отпросился в туалет в здании министерства иностранных дел после него потом сотрудники контрразведки соответственно британской да обнаружили жучок подслушивающий это же неспроста сейчас прекрасно понимаю на нетаньяху оказывается серьезное давление всем фронтам прежде всего стран традиционалистского клуба о котором я говорил его будут додавливать идея нетаньяху расширение войны для того чтобы американцы и прочие западные союзники вступились а не вступиться не могут не вступиться да факт непреложный вы должны нас защищать но здесь мы видим что на эту уловку Байден и его команда не повелись британцы тоже достаточно осторожно отреагировали почему потому что полгода назад лондон официально предложил беруту следующий проект восстановить военно-морскую базу в ливане что это значит это значит возвращение британцев в качестве кураторов этого региона как это было до создания государства израиль когда там была палестинская подмандатная территория и ливан входило естественно сферу влияния французов и британцев французам сейчас просто не до этого им бы как бы в африке разобраться чем в такие вот сложные конструкции влезать поэтому мы увидели как операция израиля в ливане захлебнулась она захлебнулась она не планировалась конечно полномасштабно просто на это израиль нет сил об этом неоднократно говорили сами израильцы сами израильские военачальники эксперты что нету возможности да убили нас ролу но от этого хизбула не перестало существовать не перестал существовать и хамас об этом тоже говорит тот же галат что хамас достаточно быстро восстановил свои военные возможности и сейчас уже и катар и саудовская аравия ставит очень жесткий вопрос или создание палестинского государства или мы отказываемся от тех от тех и иных каких-то договоренностей то есть вопрос о создании палестинского государства на мой взгляд он уже решен по факту он будет рано или поздно то есть нетаньяху дожмут и этот вопрос обязательно как бы станет ключевым потому что все поняли уже год войны там без нескольких дней я имею ввиду в газе а проблема не решается 40 тысяч человек убиты только с палестинской стороны идея была изгнать почти 2 миллиона человек а куда в египет в египет в египет в египет сказал что нет дорогие друзья у нас много палестинцев и вообще с какой стати в ливан нет куда только уничтожать что проводить геноцид так что у нетаньяху дела очень сложные на самом деле единственное на что он рассчитывает как я уже сказал это перманентная война которая будет сохранять его во власти потому что в этом случае он становится тем самым военным комиссаром и военным диктатором аля керенский у которого есть соответствующие полномочия военные диктаторские но ничто же не вечно под луной все заканчивается мы видели нетаньяху эти кадры как он бежал в бомбоубежище образ несокрушимого нетаньяху он сейчас разлом надо прекрасно понимать Соединенные Штаты не собираются вытаскивать из-за него тащить из-за него каштаны из огня у них через месяц важнейшие события вообще-то выбор никто не хочет чтобы они эти выборы превратились в решение проблемы ближнего востока никто не хочет этим заниматься мы же прекрасно понимаем что в этом случае просто половина аппарата американских кандидатов Харрис Байден и соответственно Трампа должны будут заниматься просто вопросами урегулирования или решения в ту или иную сторону проблемы войны вот и собственно говоря ларочка открывается очень просто дальше интересный момент случился что якобы Израиль нанес удар по российской базе в Хмеймиме в Сирии это база в общем там стоят в том числе и С-400 якобы они что-то там разбомбили потому что Израиль израильские ВВС решили разбомбить арсенал который предназначался предназначался Ираном для Хизбуллы информация утекла что фактически они нанесли удар по российским силам а такое уже было если я не ошибаюсь в семнадцатом году тогда Израиль нанес удар сил в Сирии и тогда по-моему погибло самолет какой-то был сбит я не помню сушка какая-то 25 был сбит все это закончилось тем что пришлось не Таняху лично урегулировать вопрос с Путиным а сейчас техотношений уже с Путиным нет не Таням соответственно это может привести еще к одной точке напряжения потому что да Москва конечно занята на украинском направлении но она вынуждена будет реагировать на такого рода ситуацию на такого рода укол со стороны не Таняху так что не Таняху в общем плодит большие проблемы для себя Иран вот если посмотреть с другой стороны я всегда призываю наших коллег смотреть несколько по-другому вот Иран во всей этой истории наиболее выигрышной позиции находится даже то заявление о котором мы говорили по Зашкиану что вот там страна может развалиться это же дискурс обращенный к западу что он означает если вы будете на нас давить дорогие друзья это приведет к хаосу к развалу вы что хотите там с этим разбираться вы что хотите там в Курдистан лезть вы что хотите новую ситуацию с Азербайджаном то есть там 30 миллионов азербайджанцев что они пойдут в Азербайджан что ли вы представляете что получится вы что хотите там чтобы Белудистан чтобы там движение как оно называется то белуджеское сепаратистское чтобы оно там хозяйствовало да чтобы оно там заправляло вы представляете что будет Иран мы вообще наш режим это куратор этого пространства естественно что западу этого не нужно потому что никакой запад решать эти проблемы не будет надо прекрасно понимать он с Ираком вот американцы приняли решение уйти с Ирака окончательно последние силы ну а остается только агентура наверное там и так далее да Ирак там двадцати там тридцати миллионные а тут Иран ёлки палки что с ним делать никто не никто не понимает и все боятся потому что Китай придет туда Китай Россия усилит влияние так что это очень тонкая игра иранцев на самом деле иранцы вообще люди достаточно такие хитрые скажем так вот в дипломатии не первый год поэтому они очень умело используют эти противоречия опять таки нанесение ударов по Израилю по Ирану не сокрушит иранский режим оно его укрепит я вас уверяю потому что менталитет иранцев такой ну вы знаете Россия не хуже меня что они не примут как бы внешнее воздействие ну я в Иране был несколько раз с иранцами общался эти люди они могут не любить режим там да большое количество людей его не любит ненавидит но когда там начинает бомбить их страну они если не будут поддерживать иран то будут точно критиковать тех кто это делает но так как никто же не собирается разбираться в этих нюансах никто не собирается по-настоящему менять режим в Иране на кого менять нету в 79 году на место шаха был клерикальный стеблишмент было сильное левое движение там и так далее либералы были вот там первый президент Ирана которого взорвали а сейчас там нет оппозиция иранская очень слабая которая сидит за рубежом она очень слабая то есть у нее нет авторитета я даже смотрел вот те митинги на которые они вышли там в Германии ну там 10 человек с флагами вот старыми персидскими ну это не та сила в общем-то говоря эти люди живут там вторых-третьих поколениях в Иране и конечно их никто не собирается в карете туда затаскивать в Тегеран говорить вот вам ключи от дворца пожалуйста правьте никто этим заниматься не будет ну просто такой силы нету который готов на все который готов вложиться в это и реализовать спасибо вам большое Руслан за обстановление беседы спасибо я мечтал ничего удалось ты спасибо дамы и господа вы смотрели интервью с руководителем проекта поистине политологом Русланом Айсином на моем авторском канале современный разговор с Руслан еще раз благодарю до новых встреч всего вам спасибо вам и успехов в канал и вам благодарю взаимно кстати я ссылку на ваш канал всегда выставляю в описании спасибо для тех кто заходит может подписаться на поистине всего хорошего до новых встреч до свидания до новых встреч